Знаете, сколько стоит сейчас купить базовую игровую видеокарту 5-летней давности GTX 1050 Ti? 50 тысяч рублей. В 2016-м, когда она только появилась, ее продавали по 16 тысяч. Это было примерно 185 долларов по курсу 64 рубля. Сейчас по курсу 110 рублей это 360 долларов. 185 тогда и 360 сейчас. Она даже в долларах подорожала вдвое. Пару недель назад мы удивлялись ее цене в 25 тысяч рублей. Это же тогда уже было не нормой. Но что это я так сразу начал жестить? Давайте заново. Друзья, этот выпуск выходит без какой-либо рекламы, без интеграции, такой open-source контент. Но у нас есть новостной IT-канал в Телеграм, а новости ВКонтакте читает больше миллиона человек. Если вы интересуетесь IT-новостями, рекомендую, уверен, наш контент вам понравится. Еще среди подписчиков нашего Телеграм-канала мы организуем приятный бонус, но об этом в конце видео. Давайте прямо сейчас на ссылочке в описании, чтоб не потерять, а я вас подожду здесь. Несмотря на то, что множество компаний, таких как AMD, Intel, Nvidia, временно ушли с российского рынка и вроде даже как Китай попросили нам ничего не поставлять, техника, видеокарты, процессоры в наличии в магазине есть. Это пока вообще не первостепенная проблема. Из-за курса рубля цены на технику настолько велики, что ими можно пугать даже любителей санкций. Но мы пойдем против течения, сейчас посмотрим, какой компьютер вы сможете себе позволить на текущий момент, если ситуация останется стабильной, то есть в очень короткий промежуток времени. Мы сделаем все, чтобы сэкономить, посмотрим, где это достать и что вообще можно брать. Окончательное решение, что делать, покупать или ждать, остается за вами, мы просто окунемся в реальность. На связи МК. Поехали. Для начала давайте посмотрим, что творится с ценами на электронику в целом. С одной стороны, первая волна шока прошла, многие магазины уже откорректировали цены и ждут первых покупателей. Вернутся ли они на прежний уровень? Едва ли. Закупка новых партий привязана к инвалютам, будь то доллар, евро или юань. А кто не в курсе, юань за последние две недели также подорожал примерно на 50%. Очевидно, цены на технику подорожали примерно так же, чтобы у магазинов была возможность где-то как-то покупать новые партии. Рублями с китайцами вы не расплатитесь, они, конечно, любят путешествовать, но не сейчас и не столько. Также нужно понимать, что в будущем ассортимент ощутимо сократится. Пока еще продают остатки, но все компании в один голос жалуются на проблемы с логистикой. А кто-то вообще заявил, что пока торговать с нами не будет. Поэтому не ждите разнообразия, как в колбасном отделе, что от материнок на виртуальных полках будут разбегаться глаза. В худшем случае, в прям худшем случае, под LGA 1700 останется пара китайских плат на простейшем чипсете H610. И все. На авито, конечно, есть барыги, они привезут, но это уже другая тема. Вернемся к текущим ценам. Возьмем злополучные, видимо, карты, которые из-за майнинга и дефицита стоили дорого. А теперь это даже не комбо, это к-к-к-комбо. За простенькую NVIDIA GT 730, которая стара настолько, что DVI видела, да и драйвера под нее уже не выпускают, просят 12 тысяч рублей. Грубо говоря, это даже не видеокарта, это затычка от пыли. Ну а ценник на RTX 3080 или 3090 мы вслух не произносим. Это целая пачка денег. С процессорами дела обстоят так же. За самый простенький Celeron G6900 просят 10 тысяч рублей. За два ядра в 2022 году. Еще недавно за такие деньги можно было найти отличный шестиядерный Core i5-10400, который сейчас вам продадут за тридцатку. Дороже в три раза. С остальными комплектующими дела обстоят аналогично. Официальный самосбор в России поставлен на паузу, если не сказать, что он умер. Мы даже не видим смысла показывать вам возможные сборки, потому что даже простенькая связка Core i3 и 1050 Ti обойдется под 100 тысяч рублей, а за i5 и 1660 придется выложить под 200 тысяч. Поэтому возникает логичный вопрос, как быть? И тут на помощь спешат китайцы со своими сборками на Хуанан и Зионах. Как и к ностальжии ВКонтакте, к ним возвращается аудитория. Они были популярны среди бюджетных геймеров и до кризиса, сейчас же это чуть ли не единственный выход получить достаточно быстрый ПК за вменяемые деньги. Но и тут глаза разбегаются. Китайцы не первый год на рынке техники, у них хватает и легендарных Xeon под 775 сокет, и всяких переделанных мобильных инженерников, а уж про количество различных плат, ОЗУ и производителей SSD вообще можно снять отдельный ролик. Как же из всего этого выбрать что-то годное? Во-первых, ниже LGA2011 лучше не падать, ну по крайней мере пока доллар не станет по 300. Зионы на этом сокете это старшие братья легендарных процессоров на архитектуре Sandy Bridge, таких как Core i7-2600K, а значит в них есть поддержка всех необходимых инструкций для современных игр и большинства рабочих задач. Идеал это LGA2011 версии 3, ибо там и архитектура свежее, и поддержка DDR4 есть, но и цены, разумеется, выше. Но какие именно процессоры брать? Какие платы? Какие системы охлаждения? И вот тут самый оптимальный вариант это довериться этаким современным дорогим лутбоксам, внутри которых Китай подвал платы с возможными проблемами с BIOS, ОЗУ без возможности разгона, не самые эффективные тихие кулеры, и самопальные видеокарты на собственном текстолите. Сразу же почему-то вспомнил запах коробки от компакт-диска. Ну ладно, на деле не все так плохо. Основные детские болезни у таких сборок уже давно профикшены, да и китайцы набирают лутбоксы так, чтобы после сборки все работало из коробки. Однако тут не все так радужно, и основная проблема это видеокарты, которые вы получите. С процессорами в таких лутбоксах обычно все окей. Это Xeon на 6.8 ядер или больше, по ОЗУ тоже никаких проблем, 16 или 32 гигабайта, нередко в 4-канальном режиме со скоростями уровня DDR5. Будут и неплохие SSD, и башни для охлаждения. Но вот с видеокартами и так из-за дефицита и майнинга все было не очень хорошо, поэтому рассчитывать на новенькую RTX 3080 в коробке и близко не стоит. На деле за базовые 40-50 тысяч рублей, да, теперь это минимальная сумма, вы получите 16 гигабайт DDR3, 8-ядерный Xeon и максимальную версию видеокарты NVIDIA GT 960 с 4 гигабайтами видеопамяти. Конечно, на таком ПК будет летать и Windows 10, и 4K видео с YouTube, если его не заблокируют, но вот поиграть даже в Ведьмака пятилетней давности будет напряжно. Придется спускаться к минимальным настройкам графики в Full HD. Греет душу тут только одно. Это будущий апгрейд, если он, конечно, случится. Ведь такая сборка вполне способна вытянуть даже RTX 2060. Ладно, а что делать, если все же хочется поиграть в современные игры, а не хиты прошлых лет? Можно добавить еще десятку-другую к стоимости и проапгрейдить лутбокс до версии с GTX 1050 Ti, заодно получить и более свежую платформу с DDR4. Просто удивительно, насколько популярна эта карточка шестилетней давности. Но самое главное, на ней уже можно поиграть даже в Cyberpunk и Dying Light 2, пускай и на низких настройках графики. Ну и, наконец, вариант для мажоров. Лутбокс Legendary Edition с GTX 1060 на 3 гигабайта. Видеокарта, которая до сих пор отлично тянет игры в Full HD. Конечно, объем видеопамяти уже не выглядит оптимистично, но все еще это лучшее, что можно найти за 80-90 тысяч рублей. Бонусом идет 14-ядерный процессор и 16 гигабайт DDR4. Такая связка и топовые RTX неплохо вытянет. Конечно, если они будут у нас продаваться за адекватные деньги. Также у многих может появиться вопрос, а почему бы не собрать такой же ПК на Алиэкспресс по частям? Ведь все Зионы, Хуананы вместе со снеговиками можно купить по отдельности и немного дешевле. Собрать-то можно, но при любых проблемах будет гораздо сложнее победить в споре. Если вы выбрали ОЗУ и плату в разных местах, доказать брак будет гораздо сложнее. Да и ожидать придется каждую железку отдельно. Поэтому я считаю, что лучше брать комплектующие сразу вот такими лутбоксами. Разумеется, не обязательно в полном виде. Например, если у вас уже есть видеокарта, на Алиэкспресс хватает сборок и без них. Если есть еще и ОЗУ, можно найти максимально простые комплекты, плата плюс процессор. Окей, с Алиэкспресс все понятно. Готовые комплекты наши все. Но почему бы не заглянуть еще и на Авито или, например, Юлу? План хорош, но не сейчас. Складывается впечатление, что у барыг совсем снесло крышу. Нередко цены на те же видеокарты у них даже выше, чем в официальных магазинах. Поэтому китайская площадка выглядит тут интересней. Да, цены ощутимо выросли, но это из-за просевшего курса рубля. Не забываем, что Алиэкспресс торгует не только для стран СНГ, но и для Европы, и Америки. Поэтому специально повышать цены, чтобы нажиться на бедных русских, никто не будет. А вот на российских БУ площадках, разумеется, правит балом хайп. Конечно, это не означает, что нужно обходить их стороной. Просто сравнивайте цены с Алиэкспресс. Есть далеко не нулевой шанс, что у китайцев техника окажется дешевле. Как еще можно поиграть? Правильно, купить игровой ноутбук. И до кризиса, когда во времена бума майнинга видеокарты продавали по цене квартир на севере, именно игробуки были хорошей возможностью заиметь быструю машинку за адекватный прайс. Тем более, что уже давно прошли времена, когда в ноутбуке ставили максимально урезанное железо. Сейчас при желании можно продать почку и забрать монстра с 14-ядерным Core i9 и RTX 3080 Ti. Сейчас ситуация аналогичная. Когда за одну только RTX 3050 просят 80 тысяч, а ноутбук с ней стоит 110, выглядит вполне себе вкусно. А за 120-130 и вовсе можно найти решение с RTX 3050 Ti. Да, еще пару недель назад такие машинки стоили 70-80 тысяч, но все еще они пока что подорожали меньше, чем комплектующие. Да, поиграть на них можно без проблем. RTX 3050 вполне себе навязывает конкуренцию GTX 1070, так что проблем с играми в Full HD еще долго не будет даже на высоких настройках графики, особенно если вспомнить про магический DLSS. К тому же, в отличие от китайских лутбоксов с сомнительным качеством, в данном случае мы говорим про новые решения с официальной гарантией. Конечно, с куда более слабой процессорной производительностью и возможностью по апгрейду, так что тут уже выбирайте сами, кому что важнее. А что насчет консолей? Я не про портативку Steam Deck, которую официально в России не поставляют, на Авито ее тоже искать смысла нет, 500 долларов и у перекупов легко трансформировались в 450 тысяч рублей. Я про PlayStation и Xbox. Еще пару недель назад консоли выглядели отличной альтернативой игровым ПК и ноутбукам. Посудите сами. Стоят в разы дешевле, чем десктопы с такой же производительностью, есть дешевые подписки и игры со скидками, а теперь все. Sony вообще отключила свои магазины для россиян, так что даже при условии оплаченной подписки поиграть не получится, ну и купить тоже. За дело даже жителей СНГ, которые территориально в России не находятся, но выбрали эту страну в настройках. Microsoft пока что таких ограничений не вводит, но компания ушла из России, поэтому никто не гарантирует, что завтра ваш Xbox Pass не превратится в тыкву. В отличие от ПК, вариантов с пиратством тут нет, поэтому консоли больше не выглядят безопасной покупкой. Да, скорее всего, старые игры у вас никто не отберет, да и диски работать будут, но мало кто будет спорить, что бесплатно получить новые игры сейчас можно только на ПК. Ну и самый бюджетный и быстрый способ поиграть в новые игры это облачные сервисы, например, от MilePlayK или GeForce Now. Большой плюс в том, что они находятся в России, а значит их можно оплатить рублевыми картами. Да, цены, разумеется, успели вырасти, но все еще гораздо дешевле и приятнее поиграть за полторы или две тысячи рублей в месяц, чем отдавать за аналогичную видеокарту там полмиллиона рублей. Из минусов, запустить получится только игры, которые есть на сервисе или же в ваших библиотеках Steam, Epic Games или Xbox, если мы говорим про GeForce Now. Ну и к тому же не стоит забывать про возможную задержку и худшее качество картинки, чем при игре на своем железе. Но с другой стороны, вам вообще для этого ПК не нужен, поиграть можно хоть с телефона, подключив к нему геймпад для удобства. Давайте подведем краткие итоги. Во-первых, повторюсь, решение собирать или нет, принимайте лично вы и только вы. Гарантировать что-то в текущей ситуации просто невозможно. Во-вторых, железных варианта два. Это лутбоксы с Алиэкспресс, то есть уже практически полностью готовые ПК, которые нужно только собрать, или же игровые ноутбуки, которые пока еще не настолько подорожали. Ну и софтовый и доступный всем вариант – это облачные сервисы, которые работают в России. Ну а нам остается только надеяться, что когда-нибудь мы сможем снова собирать в России мощные ПК за адекватные деньги. Я тут нашел у себя две отличные плашки ОЗУ DDR4 на 3600 МГц с отличными тайнингами 14-15-15 от XPG. Подписывайтесь на наш Телеграм и Ютуб каналы. В описании будет простенькая Google форма, которую нужно будет заполнить лишь своим ником в Телеграме. Через неделю я отправлю этот комплект кому-то из вас. Но даже если вам не нужна оперативка, сделайте это. Обещаю, если вы интересуетесь IT, в нашей группе ВКонтакте или Телеграм-канале, ну или на Яндекс.Дзене, где вам удобно, вам точно понравится. Также для вашего удобства все ссылочки на комплекты с Али, чтобы не искать, будут в описании. Поэтому переходите, смотрите, что вам больше нравится. На связи был МК, меня зовут Михаил Крошин. Ну, что я могу сказать? Знаете, по своим ощущениям, я как будто нахожусь в каком-то пустоте из негативных новостей, плаваю как космонавт в этом космосе и жду хороших новостей, как я думаю, вы тоже. Постоянно мониторю ленту новостей, жду, когда все это закончится, когда наступит мир. Будем ждать, друзья. Будем ждать. До скорых встреч. Еще увидимся. Пока.